Как называется роль России в ШОС? Какая она? Мне кажется, ключевая, но нужно понимать, ключевая роль любой страны, потому что мы ко всем относимся, совсем не так, как некоторые наши заокеанские коллеги. На равных нужно вести диалог. То, что коммуникации недостаточно, например, было в общении с нашими европейскими коллегами, это факт. То, что под санкциями, например, Леонид Эдуардович Слуцкий находится, руководство многих партий, да и ваш покорный слуга. И если это ведь не попытка ограничить нас в чем-то, ну не стали мы выезжать в Евросоюз, ну и Господь с ним. Они же ограничивают собственную политическую элиту от общения с нами, потому что возможность встречаться и на европейском континенте, и в других странах с представителями политических партий, парламентариями других стран, это возможность донести нашу позицию России, позицию здоровой, лишенной попытки стать мировым полицейским или там навязывать доктрину однополярного мира. И вот, как результат, санкционные списки персональные, там где бы надо общаться, ограничивают. Как результат, уже победы в некоторых странах президентов с пророссийскими взглядами, хотя я бы не стал их называть пророссийскими ни в Болгарии, ни в Молдове, со здоровыми взглядами, лишенными влияния вот этой пропаганды совершенно порочной, совершенно неправильной, русофобской. Поэтому концепт многополярности, который наша страна продвигает, очень хорошо просматривается и в рамках Шанхайской организации сотрудничества, и в сегодняшнем мероприятии заседания Совета молодежного этой организации здесь, это отрадно. Приятно вас видеть всех, молодых, энергичных, как Леонид Эдуардович сказал. Это, кстати, считается вообще пиком политических технологий, если тебя цитируют. Я буду цитировать Слуцкого. Как Леонид Эдуардович сказал, будущее стран-участниц. Что такое наш спорт, туризм, молодежь и комитет, который я представляю? На наш взгляд, и эти три темы впервые объединены с 90-х годов в рамках нашего комитета. Это в том числе и элементы нашей мягкой силы, потому что и туризм, особенно въездной, и спорт лечат русофобию. Это очень хорошо показали Олимпийские игры в Сочи. Все, кто хоть раз приехал в Россию, в данном случае в Сочи, поболел за своих спортсменов, посмотрел наш национальный колорит, излечились от навязываемой русофобии со стороны своих масс-медиа. И получили прививку, надо тоже это признать, те, кто были в Москве, в любом городе России, в Казани, в Уфе, в Самаре, в Сочи. Сколько у нас прекрасных городов. Уже не верят той ахинеи, которую транслируют некоторые политики и журналисты через средства массовой информации. Но я хотел бы здесь немножко о другом. Мы, во-первых, готовы подключиться и как комитет, и наш экспертный совет к работе с Советом Молодежной Организации Шанхайской Организации Сотрудничества. И, возможно, стать одними из ваших помощников в проведении молодежного форума. Я бы хотел больше на идеологические обратить внимание и заставить вас подумать. Вот очень интересная организация создана, БРИКС, да? Уже форумы проводятся, уже говорим о национальной возможной перспективе валюте, уже о банке и так далее. Но давайте посмотрим на историю этой организации. Впервые БРИКС прозвучал в нулевых в докладе одного из аналитиков, насколько я помню, Мэрил Линч, организации. Или Голдман Сакс, да. То есть обычный парень, американец высказался, что вот, мол, вот сюда нужно смотреть. Здесь, наверное, будет расти. А наши политические элиты, я их не критикую. Дружно побежали и объединились. Потом еще Южную Африку. Вы прошу вас говорите. Я понимаю, я говорю об идеологии на примере. И получилась целая организация. Уже с своей историей лидеры трех ядерных держав заседают за одним столом. Как и в ШОС, кстати, четырех. Но история, повторяю, аналитик Голдман Сакс, доклад, какое-то время, и потом все это дело образуется в какую-то маднациональную большую организацию. История ШОС, ну, совсем другая. И она, мне кажется, более здоровая в том смысле, я не хочу противопоставлять, но в том смысле, что она все-таки больше объединяет соседей. Это очень важно. То есть можно сколько угодно чертить графики, выступать с докладами, что Бразилия, Россия, Китай, Индия, Южная Африка будут объединяться, где-то расти и куда-то двигаться. Но при этом самое здоровое и логичное – дружить с соседями, да? Объединяться и отстаивать свои интересы. И экономические, и политические, может быть, и военные в перспективе. Поэтому здесь, мне кажется, нужно опираться все-таки на вот такие естественные, органичные отношения, сложившиеся веками. Это будет правильно. Вот как ШОС, Шанхайская организация сотрудничества. И здесь же ее потенциал в плане расширения, в плане углубления сотрудничества, повторяю, может быть, каких-то военных впоследствии. Почему это нужно исключать? Соглашения, связанные с безопасностью, с нашей общей безопасностью.